Здравствуйте, это «Голос Америки» и вы служите наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович, и в этом выпуске я расскажу о событиях 790-го дня войны. Главные новости вторника, 23 апреля. Российские войска обстреляли Одессу и Киев. Есть разрушения и пострадавшие. Британия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с начала полномасштабной войны. Голосование в Сенате США по пакету помощи Украине может быть отложено из-за поправок. Владимиру Карамурзе, которого держат в сибирской колонии, выписали административный штраф. Начнем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. Российские войска в ночь на вторник атаковали Одессу ударными дронами, при этом пострадали 9 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Среди пострадавших четверо детей, двое из них в возрасте до года, еще двоим 9 и 12 лет. Это, опять же, данные Олега Кипера. Он также добавил, что они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. И трое взрослых, пострадавших госпитализированы также в состоянии средней тяжести. Двое отказались от госпитализации. В результате атаки разрушены жилые дома. По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, повреждены не менее 14 квартир. Атаке беспилотников также подверглась столице Украины, Киев. По данным городской администрации, все запущенные по городу дроны были сбиты. Разрушений пострадавших нет. Однако эти данные будут еще уточняться. Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что в ночь на вторник над Одесской, Киевской, Николаевской и Черкасской областями были уничтожены 15 беспилотников из 16, которые были запущены российскими войсками. Кроме того, российские войска атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». Об этом тоже сообщил Олещук, не уточнив, по каким территориям били этими ракетами. Независимое издание «Медуза» отмечает, что в последние несколько дней российские войска регулярно атакуют Одессу. И в субботу, 20 апреля, российские войска обстреливали этот город несколько раз. Тогда пострадали 8 человек, включая двоих детей. А на следующий день атаки баллистическими ракетами подверглась портовая инфраструктура. Пострадали 4 человека. И вчера вооруженные силы Украины заявляли, что над Одесской областью ночью были сбиты 6 из 7 запущенных российскими войсками беспилотников. Я уже говорил в наших подкастах, что Россия оставила нарративы о том, что какая-то часть Украины является ей дружественной или русскоязычной. Сейчас наиболее активно обстреливаются именно те города, в которых традиционно достаточно много людей говорили по-русски. Это и Харьков, и Одесса. При этом та война, которую Россия развязала против Украины, пришла и на территорию России. В наших подкастах мы много рассказывали о том, как в приграничных районах действуют разные добровольческие формирования из российских граждан, воюющих на стороне Украины, как обстреливаются приграничные российские области. Вот сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что дрон атаковал Шебекинский городской округ. Также сказал он, что в результате пострадали 3 человека. У одного мужчины осколочные ранения. Еще двое мужчин с осколочным ранением живота и голени и кисти доставлены в городскую больницу. В общем, как мы уже отмечали, естественно, Украина отвечает на обстрелы с российской территории, и при этом неизбежно страдают и мирные жители. От обстрелов перейдем к военной сводке. Сегодня я ее подготовил по данным разведки Великобритании. Я напомню, что британская Минобороны каждый день публикует отчет своих разведчиков о том, что они видят в Украине, какое развитие на поле боя и чего они ожидают. В частности, сегодня военные разведчики в Лондоне говорят, что после захвата Новомихайловки в Донецкой области войска России будут стремиться продвинуться в направлении села Константиновка. Оно находится в двух километрах к западу от Новомихайловки. И о том, что фактически Константиновка окажется под большим ударом, говорит сразу несколько западных медиа. Я слушал и отчеты агентства Рейтера об этом. Как напоминает британская Минобороны, вчера российские военные сообщили о захвате Новомихайловки. Это село расположено к югу от Марьинки и к северо-востоку от Углидара. Все это в Донецкой области. Новомихайловка, по словам британских разведчиков, имеет ограниченное военно-стратегическое значение, но находится на пути к другим населенным пунктам, расположенным по обе стороны реки Сухие Ялы к югу от Донецка. Еще 9 февраля этого года российские войска попытались войти в Новомихайловку. Потом, примерно к концу марта, они достигли только середины этого села. Ну и по сообщениям украинских военнослужащих, в частности 79-й отдельной десантно-штурмовой таврической бригады, для этого понадобилось России 30 тысяч российских военнослужащих. И они также потеряли 300 единиц техники. Вообще мы много рассказывали о том, что Россия, каждый населенный пункт в Донецкой области, пытается отвоевать, совершенно не считаясь с потерями, забрасывая своих военнослужащих в передовые окопы, чтобы они там удержались. Небольшие штурмовые группы по 3-5 человек. В Новомихайловке же от входа в это село до полного его занятия России понадобилось 73 дня, и это с учетом дополнительных оперативных резервов, как рассказывает британская разведка. Скорее всего, по этой оси наступления, как я уже говорил, будут пытаться российские войска продвинуться к Константиновке, но и дальнейшее продвижение к северу от Углидара может в конце концов позволить обойти украинскую оборону города, которая в то же время наносит чрезвычайно высокие потери российским сухопутным войскам. При этом совершенно непонятно, насколько сейчас тот промежуток времени, который пройдет с голосования в Палате представителей Конгресса США по военной помощи Украине до реального предоставления этой помощи, может помочь России продвинуться по украинской территории дальше. Это совершенно не факт. О чем говорится в анализе, опубликованном изданием «The Bell», это независимое российское издание с упором на экономику, но и с ежедневными обзорами основных общественно-политических новостей и их значения. Вот этот анализ «The Bell» для вас подготовил Александр Зимуха. Совершенно не очевидно, возможно ли в принципе обрушение фронта, о котором говорят источники западных медиа, в условиях войны, на которой благодаря беспилотникам подразделение уровня роты получает оперативные разведданные на глубину километров, и оно же имеет эффективные средства поражения бронетехники, ПТРК и ФПВ-дроны, и живой силы – дроны со сбросами. Что-то похожее на обрушение фронта в традиционном виде наблюдалось только в первые дни войны на южном участке фронта на украинской стороне и во время маневренной операции ВСУ под Харьковом в сентябре 2022 года на российской. Но в обоих случаях были особые условия, которых сейчас нет ни на одном из участков фронта. То же относится к самой концепции прорыва обороны и оперативной внезапности. Полное превосходство вооруженных сил России в артиллерии, если верить западным источникам, в условиях полной прозрачности поля боя не привело к оперативным успехам в последние недели. Темп продвижения, измеряемый провоенными российскими каналами в лесополосах и сотнях метров в сутки, ускорился, но все равно это не преодоление позиционного тупика. После захвата Авдеевки в середине февраля ВС России продолжают бои у бердычей меньше, чем в 10 километрах. В таких условиях классическое наступление, которое будет неизбежно вскрыто противникам, начинает выглядеть невозможностью нанести поражение противнику, а способом потерять с трудом собранные боеспособные войска. Если Украине с новой западной помощью или без удастся парировать российское наступление, инициатива в войне может и перейти к ВСУ. Анализ обстановки на фронте в Украине от независимого издания The Bell, который подготовил Александр Зимуха. Одним из основных международных событий сейчас является обсуждение в Сенате США пакета помощи Украине, одобренного на этих выходных палатой представителей Конгресса и наш корреспондент в Конгрессе, корреспондент Русской службы Голоса Америки Александр Яневский сообщает, что есть несколько вариантов того, как в Сенате пойдет дискуссия. Эти варианты на самом деле не предполагают очень быстрое принятие закона в целом. Как сообщает Александр Яневский, законопроекты могут быть поставлены на процедурное голосование, которое откроет путь к обсуждению и возможному выдвижению поправок. При этом мой коллега ссылается на издание The Hill, которое пишет, что независимый сенатор Берни Сандерс настаивает на внесении нескольких поправок, одна из которых – это условия для предоставления военной помощи Израилю, и другая – восстановление финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ по такой помощи. Дело в том, что голосование по помощи Украине и помощи Израиля идет в одном пакете. Ну и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер говорил, что вообще все это будет принято довольно быстро. По его словам, цитирую Шумера, «Теперь настала очередь Сената, финишная прямая уже видна, и Америка, будьте уверены, снова окажет помощь нашим друзьям в Украине, нашим союзникам по НАТО, нашим союзникам в Израиле и мирным жителям всего мира». Но если настойчивость Берни Сандерса увенчается успехом и будут рассмотрены поправки, то тогда это заставит палату представителей, которая сейчас уже находится на каникулах, приняв эту самую помощь Украине, Израилю и так далее, голосовать по законопроекту вновь, потому что его текст будет исправлен с Сенатом, и таким образом законопроекты могут опять зависнуть в Конгрессе. Если же процедурное голосование не пройдет, если сенаторы его избежат, то тогда по пакету голосования помощи Украине голосование может произойти даже сегодня, или же в течение 30 часов, когда пакет помощи Украине пройдет в Сенат, и если это произойдет в течение буквально ближайших суток, после этого он будет направлен в Белый дом, где его подпишет президент США Джо Байден. Стоит отдельно остановиться на том, что же может включать этот новый пакет военной помощи США, который моментально после подписания законопроекта Джо Байденом станет реальным. Агентство Reuters говорит, что стоимость этого пакета помощи, первого из тех, которые поступят в рамках нового законопроекта для Украины, будет примерно 1 миллиард долларов США. Это, конечно же, довольно большие деньги по сравнению с 300 миллионами долларов США, которые стоил последний пакет, выделенный Белым домом без одобрения Конгресса. Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключила, что этот пакет может поступить в Украину уже в апреле. Об этом она сказала в интервью «Европейской правде». И Маркарова выразила надежду, что процедура принятия законопроекта о помощи Украине будет завершена максимально быстро. Ну и что важно, что в этот пакет войдет. По словам собеседников издания «Политику», новый пакет помощи Украине будет содержать боевые машины «Бредли». Также там будут более старые бронемашины «Хамви» и бронетранспортеры «М-113». Ну и довольно много ракет. Судя по всему, ракет для ПВО Украины, для тех комплексов, которые у Киева уже есть. Некоторые американские медиа сообщают, что большая часть вооружений США из пакета помощи для Украины, которые вот сейчас проходят одобрение в Конгрессе, уже, собственно, находятся в Европе. Она расположена на складах в Германии и Польше. Это сообщает, в частности, источник телеканала CNN. Поэтому в числе первых в Украину поступят артиллерийские снаряды. При этом власти США официально не сообщали о том, что вооружение из этого пакета находится в Европе. Но пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на прошлой неделе говорил, что Минобороны США готовы сразу отправить оружие, как только будет отдан приказ. Он говорил о мощной логистической сети. Но это предполагает, что некоторые вооружения действительно смогут поступить в Украину очень быстро. Это подкаст Русской службы Голоса Америки «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальпирович. И я продолжаю рассказывать о помощи западных государств Украине. Британия, которая поддерживает Украину максимально с самого начала полномасштабного вторжения России, в очередной раз показала, что является лидером такой помощи. По заявлению премьер-министра Великобритании Риши Сунаков, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, Британия предоставит дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов в качестве оперативного финансирования для приоритетных целей, в том числе боеприпасов, средств ПВО и беспилотников. Это сообщение было опубликовано на сайте кабинета министра Великобритании. Это будет самый большой пакет помощи, который Лондон вообще когда-либо кому-либо направлял. Говорится также, что Минобороны Великобритании пообещало дополнительно предоставить Украине 60 плавсредств, более 400 транспортных средств и более 1600 ракет. И еще там будет довольно много всего, например, 4 миллиона патронов. Риши Сунак сегодня приехал в Польшу. Он там встречается с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они уже пообщались. Также Сунак встречается в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском. И все эти переговоры сконцентрируются на обсуждении вопросов Украины и европейской безопасности. В целом, я напомню, что Польша также пытается играть максимально активную роль в оказании помощи Украине. И Сунак перед приездом в Польшу напомнил, что Лондон в этом году выделил уже 3 миллиарда фунтов на передачу вооружений Киеву. Соседи Польши и Литва объявили только что о передаче Украине партии командно-штабных бронированных машин М-577. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы. И партия бронемашин уже прибыла в Украину. То есть, в тот же день, когда это было объявлено, собственно, помощь пришла. При этом Европа занимается достаточно детально и созданием собственных вооруженных сил, потому что будущее НАТО сейчас невнятно. В США разные политики говорят разные о том, как они будут взаимодействовать с Североатлантическим альянсом, в частности, после президентских выборов в ноябре этого года. Ну и поэтому власти европейских стран предпринимают усилия для создания независимых от НАТО воинских подразделений. В частности, сейчас на Испанском острове Майорка состоялась встреча глав парламентов стран ЕС, и они на этой встрече поддержали создание коллективных сил в 5000 военнослужащих для быстрого ответа на возникающие кризисы. То есть у Европы, помимо НАТО, будет свой корпус быстрого реагирования достаточно большой. Агентство ЭФА испанское сегодня со ссылкой на итоговое заявление этой встречи сообщает, что председатели парламентов считают особо актуальной инициативой ЕС относительно собственного военного инструмента, который позволил бы обеспечить защиту безопасности граждан Евросоюза, его интересов и его демократических ценностей. Раньше ЕС уже неоднократно организовывал, проводил самые разные миссии и операции, но по поводу постоянных сил таких речь и решения принимаются впервые. Это довольно важный шаг. Заодно это довольно важный ответ на действия России, которые все больше, как мы видим, угрожают европейской безопасности. Во всяком случае, так считают сами европейцы. В то же время Европарламент сегодня окончательно принял предложение Еврокомиссии продлить еще на один год либеральный режим торговли с Украиной. Это довольно важно, потому что в последний год были большие споры по поводу того, как защищать европейский рынок от свободно поступающей на него украинской продукции, защищать ли его вообще. ЕС решил, что может задействовать экстраординарные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов, например, птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. Но при этом все равно торговля ЕС и Украины остается в либерализованном режиме. И при этом, как мы уже говорили, в некоторых странах ЕС по этому поводу проходят массовые акции протеста. Евросоюз партнерствует с Украиной, а Китай с Россией. И эти связи развиваются. Они очень серьезно беспокоят Запад и, в частности, США. Скорее всего, эта обеспокоенность станет главной темой визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Этот визит начинается завтра. И западные издания говорят о том, что в ходе этого визита у Блинкена может состояться достаточно жесткий разговор с китайскими властями. Может пойти речь даже о санкциях. Следующий материал подготовлен редакцией комментариев Русской службы «Голоса Америки» по статье в газете Wall Street Journal. США разрабатывают против ряда китайских банков санкции, которые могут отрезать их от мировой финансовой системы. Таким образом, Вашингтон надеется прекратить коммерческую поддержку российской военной промышленности со стороны Пекина, отмечает The Wall Street Journal. Информация о готовящихся санкциях появилась в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай 24-26 апреля. Среди тем, которые Блинкен, вероятно, обсудит с руководящими чиновниками в Пекине, агрессия России в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и Тайвань. В Вашингтоне считают, что, несмотря на то, что Китай прислушался к предупреждениям Запада и не отправлял в Россию оружия, он стал основным поставщиком электронных схем – деталей самолетов, машин и станков. Эта помощь позволила Москве поддержать свой военно-промышленный потенциал, полагают, в Вашингтоне. The Wall Street Journal отмечает, что Вашингтон вооружил госсекретаря дипломатическими рычагами, которые, как рассчитывают там, прекратят поддержку Москвы и Пекином. Соединенные Штаты рассчитывают, что угроза потери китайскими банками доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой убедят Пекин изменить курс. Банки являются ключевыми посредниками в экспорте в Россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций. Источники The Wall Street Journal говорят, что введение санкций против банков является вариантом эскалации на случай, если дипломатические меры не смогут убедить Пекин ограничить экспорт. В последние недели официальные лица США усилили давление на Пекин во время частных встреч и звонков, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, занимающихся торговлей товаров двойного назначения. В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Виньбинь в ответ на публикацию в The Wall Street Journal подчеркнул, что Вашингтон не должен нарушать право Пекина на торговлю с Москвой. По его словам, Китай выступает против, цитата, «лицемерной практики Соединенных Штатов, подливающих масло в огонь и обвиняющих Китай». Конец цитаты. При этом стоит напомнить, что некоторые китайские банки в последнее время уже ограничивали финансовые операции с Россией. Обзор статьи в The Wall Street Journal подготовила редакция комментариев Русской службы «Голос Америки». Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где за что», в которой рассказываем о том, как в России преследуют тех, кто выступает против войны России в Украине. В частности, официальные российские службы сообщают о том, что на российской территории предотвращаются теракты, якобы организуемые украинской разведкой. Например, в Брянске по сообщению российского ФСБ предотвращен теракт и вроде как последователь украинских радикалов, как его назвал ФСБ, задержан. Что примечательно, и так это всегда у ФСБ. На камеру признается этот самый задержанный. При этом говорит он это самое признание буквально текстом, который, скорее всего, готовили за него, потому что он очень так ладно говорит о том, что его задание было поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. Обычно именно такие формулировки содержатся в официальных пресс-релизах ФСБ. Сейчас против этого человека, имя которого не называется возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления подготовкой террористического акта. Ну и опять же, ФСБ достаточно часто отчитывается о поимке таких якобы террористов. Это было и в Крыму после 2014 года, когда там случайных людей обвиняли в том, что оказывается они готовили какие-либо теракты. Так что эти сообщения всегда нужно ставить под сомнение и искать независимые источники. При этом издание ОВД «Инфо» рассказывает о том, что российские суды в минувшем году не вынесли ни одного оправдательного приговора по антивоенным статьям, а общее число приговоров по этим статьям увеличилось в семь раз. Главные такие статьи – это 280-я часть 3 УК РФ, повторная дискредитация так называемой российской армии, ну и 207-я часть 3 – распространение фейков об армии. В 2023 году по этим статьям было вынесено 115 приговоров и в 12 раз увеличилось количество приговоров по статье о диверсии, а в 2,5 раза по статье «Государственная измена». Именно за якобы совершенную государственную измену в 2023 году Московский суд приговорил известного политика журналиста и правозащитника Владимира Карамурзу-младшего к 25 годам колонии строгого режима. Это, в общем, и страшный срок, и страшное место, где отбывает сейчас Владимир это заключение. Он находится в Сибири, в Омске. И только что буквально парламентская ассамблея Совета Европы распространила так называемый список Карамурзы, в котором названы имена 51 человека, против которых европейские парламентарии считают необходимым ввести санкции. Так вот, Карамурзу даже в колонии преследуют по-новому различными самыми взысканиями. Он находится очень часто в штрафном изоляторе и в ужесточенных условиях заключения. А теперь Советский районный суд Омска вынес решение в отношении Карамурзы по поводу публикации в его телеграм-канале. Он признан виновным в нарушении правил о маркировках публикации иностранных агентов, и ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. То есть продолжается преследование Владимира Карамурзы даже в колонии, где, еще раз говорю, он отбывает срок в 25 лет. При этом Россия вовсю использует труд заключенных, в том числе для того, чтобы поддерживать свою способность вести войну в Украине. Это последнее сообщение нашего сегодняшнего выпуска. Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Рустам Степаненко сегодня объявил о том, что оказывается российскими заключенными было произведено продукцией для нужд, как они говорят, специальной военной операции на сумму более 6,5 миллиардов рублей. Это, конечно же, просто вот фактически напоминание о том, что было во времена Сталина, когда заключенные работали на войну в том числе. Но тогда война была освободительная, теперь эта война захватническая. И тем не менее Россия, как и во времена Сталина, использует заключенных, труд которых либо является бесплатным, либо оплачивается по минимуму для своих военных целей. Сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» подошел к концу. Его для вас подготовил Данила Гальперович и звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Также слушайте его напрямую с сайта Русской службы «Голос Америки» и на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.